Всем привет! Мы приехали на презентацию команды No Motors и презентацию UDC 2017, наверное, 2 июля. Вот так вот! Ог! Уаняши много слушателей! О чем-то помогает? Да, мисс Патер базарил, чёт man, неё дуже быстрый! да мир очень быстрый, но такая четвёртая А что же я во время анкопов? Я вспомнил заезд с Гочей и думал, ты же такая же *** третий. Вообще надо еще чуть поработать с редукцией, что на старой коробке я везде ездил, а третьей я могу отработать и медленно и быстро. Здесь передачи короче, их больше, но не короче. У меня Винтер стоит, там можно тысячу пар поменять за час, на семь пар. Смотр, прям понял, редукцию четко гадит. Главное, чтобы не перейти в формат. Пока все едут, мы угадываем. Угадываем. Есть такая фишка, когда начинает отсекаться с настройки подлесниц с давлением. Потому что, я что так. Траектория типа. Если тебя там тянет наружу, то нужно подбросить давление. Если ты не дотягиваешь, то можно добавить давление. По-разному. Если, допустим, быстро-быстро, а потом шпилька с резким мотой. Отклонение курса, тебе надо жопой тормозить, то тебе нужен держак. Понимаешь? И уехал. А если у тебя такая размашистая сайта, то нужно больше давления. Тренашки там настолько дефицитные, настолько у нас пятнашки. У меня на самом деле не было другой темы. У меня на самом деле не было другой темы. У нас там не было другой возможности. Очень много, на самом деле, новостей, о которых никто не говорит. Одну из них я хочу озвучить сейчас. Надеюсь, это попадет в эфир. Знакомьтесь, это Алексей Головня. Здрасьте. Чеп, скажи, пожалуйста, это правда, что президент Украины выписал указ, чтобы буквально все депутаты скинулись и откупили тебя обратно на Украину? Как бы слухи уже ходят? Нужно узнать правду это или нет? Ждем ответа. Я не в курсе. Это не единственная новость. Говорят, что компания топ-левел, чтобы наконец-то, кроме единственного скоростного пилота, как бы поднять свой рейтинг, взяла недавно нового пилота. Очень молодой, перспективный, хоть и очень глупый. Миша, как можешь это прокомментировать? А я думала, он молодой, перспективный. Я уже не молодой. Я не молодой. Этого пилота взяли давно, но он уже не молод и перспективы как бы закончились. Да, 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 уже все, уже постарел. Как ты можешь прокомментировать? Ну я прошусь к нему, хожу уже полгода. Я говорю, возьмите меня. Пока перспективы как и шариков, конечно. А так пока переговоры идут. Понял? Просто, ну, недавно ты рассказывал всем, что, короче, у меня настолько длинный член, что даже топ-левел просят там поездить с нашей на криечке и платят деньги. Оказывается, ты там ходишь и просишься Мишаням, жалко там. Я просто сейчас не набухался, поэтому говорю, как есть. Просто прошу. Мы ждем, когда ты смелого алкоголя как бы. Да, я начну рассказывать, что топ-левел просят. Вот такие интересные новости. Валерий, мне кажется, у вас все получится. Самое главное, ну, сегодня такое вот интересное мероприятие. У вас может получиться, приготовьте задний дворик и вас возьмут в команду. Мероприятие почти началось, а у нас все больше колоритных персонажей. Есть люди, которые могут комментировать буквально все. Это Bitlook Insider из Беларуси. Мы находимся на втором этапе чемпионата Беларуси по дрифтингу в аэропорту Могилев. Ветер успокоился, была нереально холодная погода. Утром было плюс пять. Мы выехали из Киева плюс двадцать. В шортах, в кроксах. Мы доехали до границы. Дубак просто сумасшедший, страшный. Быстро переоделись. На завтра обещают потепление. На конке представлено 25 участников из Беларуси, Украины и России. Играет музыка. Играет музыка. сегодня тренировки и квалификация я прокатился пассажиром с миллером миллер реально валит и альтеза тоже альтеза терезы новое имя машины в этом году в могилёве сделали новый конфиг он напоминает немножко яйца на киевской она должна полностью на энерс и Докатиться вот сюда. Здесь вы дроссель не используете. Вот эта зона вашей эмоциональной воды. Если вы здесь по какой-то причине используете газ, это значит, что вы не разогнаете. То, что бочки там стоят, это вообще супер помощь. Короче, господа, ваша задача достать вот в этом отрезке максимум говна из своей тачки. Покажите себя максимум, что вы как красавчик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Скорость входа очень большая. Кабаргин на тренировках ставился на скорости порядка 206 км в час. Бетон есть только в одном месте возле финиша, уже возле зрителей. То есть там уже в основном ходания очень сильные. На постановке стоят три бочки, которые пригружены утяжелителями. Все трое из NoMotors сегодня были в этих бочках. И мы с Миллером, когда я с ним катался, тоже вылетели. Ну мы сейвились от бочек, вылетели в траву, немножко поломали бампер. Но это не страшно. Все на месте вроде. Нет, я не хотел в бочке. Я перекладывался, я понимал, что я лечу тупо в бочке, но я не хотел в бочке. Но я ударился, я не понимаю чем, надо посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сергей Ковардович. Здорово. Первое место. Опять? 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 Да. Не двигайтесь. Не двигайтесь, пожалуйста. Ты высоса? Ой, яичко передали. Нов Моторс Рейспорп это. Мы строим очень большой сервис качественный, где будут собираться хорошие автомобили, не только дрифтовые, а хорошие запчасти, которые проектируются коллективом Нов Моторс. Кроме сервиса, мы набацали очень порядочно шмоток. Кроме этого, это еще и видеопродакшн. Ну и есть еще некоторые моменты, которые ждут вас впереди. Что такое команда по дрифту Нов Моторс? Сергей Кремец. Это Александр Косугов. Ну и третий пилот команды, ваш подход на сфере. Из информации полезной у нас осталось только одно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Откроем, да? Откроем, да? Е30, она же ПМГ-ушка ПМишевна с мотором ЛС-3. Ориентировочный суд 420-30 мы имеем. Мерседес. Один из двух Мерседесов Сергея Кремцев. В этом Мерседесе в прошлом году был 5-литровый двигатель от Мерседеса. Это принципиальный вопрос для серого. А в этом году это двигатель 5.5 с компрессором. Теперь она на сегментальной коробке, 4-ступенчатый с нормальным редуктором. Третий автомобиль, как говорит серый, у тебя рот издает другие звуки. То есть я же не делаю так... Я так не делаю, я делаю так... Может быть поэтому Лексус... Теперь это Лексус, не Альтеза, потому что руль слева. И тут 2 GZ 500 сил. Здесь сегментальная 4-ступенчатая коробка Самсонус. Здесь редуктор 3.64. И я думаю, что у меня все получится. Коротко о календаре, который нас ждет. Мы едем в командном зачете в чемпионате Беларуси. Кроме этого, мы едем в командном зачете в серии трифт-компетишнсов в Ютры. К сожалению, у нас почти у всех не было тренировок. Поэтому для нас Могилев, грубо говоря, тренировка. Как у вас делишки? Карабас меняете? Карабас, редуктор, все сразу. Пусть тренируется. Ну а что, первый выезд и сразу в бой едешь. Сразу сложность. Правильно, да. Так а ты успеешь? Думаю, да. К концу тренировки выезду пару раз даже. По тесте. К нам приедет 2 июля? Ну я приеду без машины. Селю я лучше всех все равно. Парада участников чемпионат Беларуси по грифтингу. Второй этап. Он, кстати, может вот так же выглядеть на степени. И это может быть его реальное состояние. Ну и что тут, 600 сил есть? Почему другая степень такая? Нет. То есть это не делаешь? Понятно. Тескроватый. Тескроватый? Тескроватый? Я уже вышел. Вот так. Нет, у меня шлем вообще. Можешь цеплять? А, у тебя же еще попа пахнет. Да, у меня жопа. Высоко сидишь. Да, да, у меня жопа что устраивает. Без раковины? Есть. Сколько на ту? Пахнет пол. Совсем так. Безопасно. Ну то есть шлюхой не пахнет. А, еще закиси у меня есть. Да ну у тебя закиси, а у тебя педаль сцепления есть. Музыка. 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 Продаешь? Я же не покупаю такие штуки. Я же обычно их просто беру. Ха-ха-ха-ха-ха. Просто Аркаша берет, а потом бывший хозяин прожает. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Бывает уходят из дрифта вообще. Нет денег потяните. Ха-ха-ха. Сел как будто в тысячесильную тачку. Круто. Но она не на ПДМе, на обычной проводке, да? Она на Куре. Да, понятно. Не, ну она приятная. Только что из ПССР? Ха-ха-ха-ха. Ну, чтоб понять, что ты тут. Ха-ха-ха-ха. Топ-16, первый заезд в Миллер Бородавка. Бородавка побеждает. Миллер падает в нижнюю сетку. Ха-ха-ха-ха. Миллер прошел дальше, показал хороший заезд вторым. У нас бой продолжают Миллер в нижней сетке и Кремец в верхней. Косогов, к сожалению, уже отвалился. Косогов, к сожалению, уже отвалился. Миллер проходит дальше, Миллер прогревается, опять едет сбородавка. Они ехали в топ-16, Миллер налажал, и сейчас опять уже в нижней сетке встретились. Миллер. 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 Субтитры делал DimaTorzok Итак, в этом продукте, еще раз говорю, поменяет Макс Биллер! Мне в принципе тяжело валик, металлик, мне тяжело в принципе ехать, потому что я на постоянном напряге, я рискую сам с собой, я не понимаю что происходит Но технически, типа вот, движения какие-то, механические, они приходят только тогда, когда рискуешь Поэтому я пытаюсь в меру своей распущенности и в меру своего скилла где-то рисковать И тогда сразу руки понимают, а, сука, давай сюда, макс! Ой, двигайте, пожалуйста! Вам очень спасибо за то, что сказал DimaTorzok Самый интересный, наверное, заезд за сегодня, Миллер и Цареградцев Два любящих друг друга человека Субтитры оставшись вuestшим вниманием Справа Выходи ко мне! Что у тебя? Выходи! Ты лучший начинающий человек, которого я знаю во всем, как я хочу. Этот чувак, который всю жизнь занимался грёбанной организацией, тусовался, ходил, судил, говорил всем, как ехать. Я думаю, что он выпендривается? Оттуда он знает, как ехать. Вот откуда он знает, как ехать. Спасибо, круто что. Макс, тебе как? А можно так говорить? Глаза! Я вам скажу так, просто зонтик держите лучше! Глаза! 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 Мы говорили на брифинге, что для нас очень важна первая часть трассы. Наше решение некоторых выделить, в первую очередь одного из пилотов, потому что он никогда в жизни не мог бы подумать, что на второй гонке в своей пилотской карьере он победит Архадий Целеграций. Вот это эмоции! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать! 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 Добро пожаловать!